Привет всем, микрофон охомишь, и в этом видео я бы хотел помочь вам с выбором между пятым Ryzen 3600 и Core i5-10400. Они самые что ни на есть прямые конкуренты, как и по характеристикам, так и по цене. Но ведь нужно же понимать в пользу какого решения сделать выбор, и для этого у нас есть пять категорий, по которым будет проводиться сравнение. Производительность в играх, вычислительная мощность, стоимость комплекта, перспективность платформы и разгонный потенциал. Короче говоря, сравнение обещает быть жарким. Но прежде всего я бы хотел порекомендовать вам канал Dakar Technograal. Наверняка многие из моих зрителей уже подписаны на канал Сереги, ведь он занимается по-настоящему крутыми вещами. А именно, выпускает подробные гайды по разгонам процессоров, оперативной памяти, делится многими секретами, делает обзоры корпусов. А те, кому хочется максимальных результатов, всегда могут обратиться за индивидуальной консультацией. Короче говоря, не стесняйтесь и переходите по ссылочке в описании на канал Dakar. Начать я бы хотел с цен обоих процессоров и конечно же с общей стоимости комплекта. Если говорить конкретно про 10400 без индекса F, за него придется отдать в районе 14-15 тысяч рублей. В то же время, пятый Ryzen 3600 можно приобрести примерно за 13,5 тысяч рублей и в этом плане ему скорее прямой конкурент 10400F. Ведь и в том и в том случае отсутствует интегрированная графика. И лично я очень сомневаюсь в том, что кто-то будет покупать обычный 10400, если можно сэкономить и взять F-вариант. Так что конкретно по ценам процессоров они примерно равны. И даже если говорить про стоимость комплекта, на удивление нельзя сказать, что Intel выходит дороже. В магазинах сразу появились и H410 материнские платы, и B460, и для тех кому хочется поразгонять память, есть дорогие Z490 платы. AMD в этом плане лучше лишь тем, что покупая даже простенькую бюджетную плату, у вас имеется возможность и с разгоном памяти повозиться, и с процессором, да и в принципе спектр настроек шире. Но это уже другой вопрос, а говоря про стоимость комплекта в целом, я бы сказал 10400 и 3600 равны. Так что они оба получают по баллу. Если говорить про игровую производительность, остается много вопросов к частотам памяти Core i5-10400. Ведь если вы купите Z490 материнку на перспективу, оперативку можно будет разогнать до 4 ГГц и выше. А в случае с AMD решением, максимально адекватные частоты без изменения делителя это 3600 МГц. Из-за чего может быть небольшой отрыв, около 5% в пользу Core i5-10400, но при прочих равных, они также выходят примерно одинаковые. Да, в некоторых игрушках и пятый Ryzen показывает себя лучше, но в других 10400 неплохо так вырывается вперед. Но если оценивать объективно все целиком, я бы дал все-таки полбалла пятому Ryzen и один балл Core i5. Однако, по вычислительной мощности, получается обратная ситуация. Красный процессор практически во всем софте и в бенчмарках вырывается вперед от 10400, при том, что они примерно одинаковые. И там и там по 6 ядер и 12 потоков, но вот конкретно кэша больше у 3600, и наверное именно поэтому в софте он показывает себя лучше. Так что тут я бы дал полбалла Core i5 и полноценный балл пятому Ryzen 3600. Далее, перспективность платформы и здесь все уже совсем не так просто, как например в случае с девятым поколением, где все на нем и закончилось. Новый 1200 сокет уже имеет перспективу и на следующее 11 поколение, которое вероятнее всего выйдет к концу этого года, либо же в начале следующего. Да, разрыв между 10 и 11 поколениями получается менее года, и такого не было очень давно, наверное со времен Бродвелла. Тогда еще на LGA 1150 в начале вышли Haswell и чуть позже Haswell Refresh, а потом Бродвеллы, после которых менее чем через полгода Intel выпустили Skylake уже на новом сокете 1151. Из-за этого некоторые даже не заметили выход пятого поколения, и подумали, что после 4000 вышли сразу же 6000. Здесь же конечно промежуток будет чуть больше, да и выходят они на одном и том же сокете, но все равно такого не было очень и очень давно. А еще и исходя из того, что на 1200 сокете будут всего вот эти вот два семейства процессоров, которые выходят грубо говоря друг за другом, я бы не сказал, что перспективность платформы LGA 1200 прямо таки крута. А вот в красном лагере до сих пор используется AM4 сокет, который актуален с 2017 года и даже в следующем 2021 году. На нем вероятнее всего выйдут 5000G Ryzen. А в этом 2020 уже вышли Matisse Refresh, это те процессоры, которые получили буквенный индекс XT. Чуть позже подъедут APU Renoir, где в топе будет 7 Ryzen 4700G. И уже к концу года выйдут Ryzen Vermeer, это полноценные 4000 настольные процессоры на архитектуре Zen 3. И да, уже следующие 5000 настольные Ryzen будут на новом разъеме. А на этом AM4 сокете могут появиться, повторюсь, лишь следующие APUшки 5000G Ryzen, которые выйдут в следующем 2021 году. То есть в принципе с точки зрения обратной совместимости, да и перспективности платформы, все-таки красное решение впереди. Но и 1200 сокет не сказать, чтобы прям тупиковый, ведь есть еще запас на Rocket Lake, где будет новая архитектура ядер V-Low Co. С нехилым приростом по IPC, и вот они смогут вполне себе на равных конкурировать с 4000 настольными Ryzen. Так что я дам по баллу обоим решениям, и красному, и синему. Однако далее у нас разгонный потенциал, и тут все прямо-таки печально у i5-10400. Здесь вам нет никакого индекса K, либо F, либо ничего. И в том и в том случае, вы лишь на дорогой материнской плате сможете разогнать память. А процессор так и останется на заявленных частотах из коробки. При том же 5-й Ryzen 3600, хоть и нет смысла особо разгонять, у вас все же есть такая возможность. Да и для того, чтобы повозиться с памятью, не нужно покупать какую-то дорогую материнскую плату. Так что здесь я отдаю уверенный балл 5-му Ryzen и ничего к Core i5. То есть по итогу можно сказать, что все-таки красный процессор получается лучше по совокупности факторов. Но при этом я не могу сказать, что i5-10400 прямо-таки провальный процессор. Нет, он очень даже неплох. Но именно такими должны были выходить Coffee Lake Refresh. Либо же да, это можно было бы выпускать как следующее поколение, но на обычном, еще старом 1151-м V2 сокете. Если же вводить какие-то дополнительные критерии, ситуация не сильно меняется. В плане технологичности Ryzen все равно впереди. У него и поддержка 4-го PCI-Express и более совершенный 7-нм техпроцесс. И даже если говорить о температурах и энергопотреблении, в этом плане процессоры примерно равны. Так что уже окончательно, подводя итоги, я бы сказал, если вам хочется повозиться с разгоном памяти, и помимо игрушек, вам нужна еще и общая вычислительная мощность, для работы в софте и все такое, лучше покупать 5-й Ryzen 3600 на какой-нибудь B450 материнской плате. Ну и в то же время, если вы собираете ПК и не хотите возиться ни с какими настройками, можно смело брать Core i5-10400. Это достойный процессор с хорошей игровой производительностью, который не так зависим от частот памяти в сравнении с красным решением. Так что можно смело брать в дополнение B460 материнскую плату, за Z-чипсет смысла переплачивать нет и радоваться жизни. Ну а если хочется каких-то перспектив по апгрейду, в обоих случаях имеется хороший запас и на 8 ядер и на 10, а в случае с AMD-шным еще и на 12 и 16. Правда тогда лучше уж сразу запастись хорошей материнской платой. И в случае с Core i5 и с пятым Ryzen. А на этом все, спасибо всем за просмотр, ставьте лайки, если вам понравилось сравнение, делитесь вашими мыслями в комментариях и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А если еще и нажмете на колокольчик, то будете в курсе всех новостей. Еще раз спасибо, не болейте, удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok